Я просто для тех, кто не в курсе, скорее всего, для тех, кто не в курсе там, за пределами нашего пространства, то есть на камеру, вообще обычно в это время, в 15 часов, в пятницу, у нас начинается так называемая неотбегаемая экскурсия. Понятное дело, что это абсолютно условное название. Возникло оно ровно потому, что однажды нам захотелось как-то немножко расшевелить пятницу, и не только пятницу, суббота, воскресенье, она там, наверное, много. И мы решили, что мы будем делать какой-нибудь особенный тут, что-то особенное рассказывать, какой-нибудь особенный возьмем эпизод из жизни Пастернака, или откуда бы то ни было, но какое-то отношение к нему имеющее. И будем рассказывать, даже если придет один единственный человек, то есть он получит абсолютно полноценную экскурсию. То есть вот в этом смысле сегодня аншлаг просто, то есть зашкальный, я бы сказала. И довольно долго мы это делали только такими внутренними силами наших музейных сотрудников, и вдруг однажды нам пришло в голову, что если приходят к нам такие прекрасные люди на практику, как вот Гошкинцын, и на самом деле, то почему бы не воспользоваться таким прекрасным случаем и не попробовать их, а тоже, значит, как-то вписать вот в эту программу. Единственное только, что строгое начальство над нами, у нас литературный музей, там тоже есть начальство, они сказали, ну, знаете, мы не отменяем экскурсии, это ваш такой-такой бренд, но давайте пусть это будет называться лекция. Ну, какая нам разница, как мы назовем это? Беседа, лекция, сообщение, доклад. В общем, это совершенно не важно. Важно то, что сегодня уже не бенефис, потому что практически уже это будет третий раз, потому что в прошлом году было две лекции Гоши прочитаны, и сегодня мы, значит, готовы поддержать прекрасного гостя. Да, спасибо большое, Александр. Ну, это лекция или беседа, как, наверное, все обратили внимание, называются «Война и мир» и доктор Живаго, несколько важных параллелей. Ну, конечно, говоря о опоре Пастернака на традицию Толстого, мы говорим о очень разных формах этой опоры, таких как продолжение, диалог, использование образов, микросюжетов, продолжение мыслей и так далее, и так далее. Но, в целом, очевидно, что интертекстуальные связи играют довольно существенную роль в структуре романа доктора Живаго, и толстовский интертекст, очевидно, играет очень существенную роль. Примитивно к толстовскому интертексту нам кажется резонным последовать примеру замечательной следовательницы Ирины Алексеевны Сухановой, автора монографии и структуры текста романа Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго», которая среди всего многообразия разновидностей интертекстуальных связей выделяет так называемое варьирование группы мотивов, где под мотивом понимается простейшая повествовательная единица. Суть этих перекличек стоит в том, что персонажи доктора Живаго подать ситуации, совершают поступки, испытывают чувства и так далее, аналогичны ситуациям, поступкам, чувствам, описанным в каком-либо классическом претексте. При этом, как правило, может не наблюдаться какого-либо сходства в характерах персонажей, нет обязательной последовательности в унаследовании ситуации и поступков определенными персонажами, мотивы могут перераспределяться между ними, повторяться, дробиться, объединяться, варьироваться и перевертываться. Именно так, как нам кажется, строятся интертекстуальные связи романа Пастернака с главным историческим романом русской литературы, то есть с «Войной и миром». Оснований к такому сопоставлению больше чем достаточно. Ну, оба романа затрагивают длительный временной период, включающий поворотный момент в истории России. Их объединяет пространственная широта, множество персонажей. Вслед за романом Толстого, где эпос как бы впитывает в себя черты семейной хроники, в «Докторе Живаго» история представлена цепью событий, затрагивающих не только бытие народа, всего народа, но и обыденную жизнь нескольких персонажей, связанных родством, дружбой, свойством, личными конфликтами и прочее. И вслед за Толстым Пастернака квалифицирует происходящие исторические события персонажей с нонравственной точки зрения. Как отмечает, кстати, Михайлович, в таком сопоставлении способствует и общая для 20-х, так и для 40-х годов, пусть и с изменившимися акцентами, потребность читателей и писателей в появлении Красного Толстого, чем обусловлено во многом появление шелуха и т.д. И в этой беседе мы постараемся выделить некоторые постоянные мотивные переклички между романами, которые, возможно, помогут нам в большей полноте увидеть как особенности построения интерфлексуального уровня в структуре «Доктора Живаго», так и смыслообразующие идеи самого Пастернака. Как же было отмечено, перекликающиеся мотивы вовсе не обязательно подразумевают полное сходство или даже соотнесенность между персонажами, с которыми они связаны в «Докторе Живаго» и соответствующими персонажами в роман «Толстого». Так, некоторые мотивы, связанные с одним персонажем в «Войне и мире», могут перераспределяться между несколькими героями Пастернака. Но мне кажется, что это дробление мотивов не случайно, учитывая, сколь важна для Толстого его романа идея текучести, личности и ее принципиальной изменчивости. Можно сказать, что разные этапы в судьбе персонажей «Войны и мира» в какой-то степени выступают как разные партии и созвучия в общей мелодии романа и жизни, ну, такой, какой она предстает во сне Петя Ростова, а с нас существует вовсе не обособленно и взаимопроникает. Эта черта позволяет Пастернаку перераспределять мотивы, связанные с разными персонажами и разными периодами их судьб, между своими героями без потери ощущения общей соотнесенности с «Войной и мира». К примеру, как убедительно показывает все та же Суханова, мотив зверейной жестокости войны, выходящей далеко за рамки ее прямой мотивировки, то есть войны с французами или гражданской войны, в сочетании с такой деталью, как виртуозное владение топором, позволяет соотнести Памфила Палах с Тихоном Щербатом. Усложнение же образа партизана у Пастернака, ориентированность его речи на фольклор, позволяет исследовательнице увидеть в нем черты Платона Каратая. Это противоречие, в общем, разительно и в то же время закономерно. Пастернак перераспределяет мотивы таким образом, не только чтобы осветить тот путь усиления зверейной жестокости, который проходит русский партизан от начала 19 века к началу 20-го, но и для того, чтобы снять толстовскую антитезу круглого русского крестьянина-философа и кровожадного убийцы-мародера, и срить их в некоторый единый образ народного воина. Очевидно, сходные перегруппировки мотив происходят и с другими персонажами доктора Жуа. К примеру, многие указывают на соотнесенность комиссара Гиннса с Петей Ростовым. Нам, в свою очередь, представляется, что не менее обоснованно было бы проследить развитие и перераспределение некоторых мотивов, связанных с главными персонажами романов. Так, на мотивном уровне Лара систематически соотносится с Наташей Ростовым. Антипов-Стрельников и Живаго сложно соотнесены с князем Андреем и Пьером. Ключевой сценой, а шире главой, в завязке этих соотнесений, становится, как несложно догадаться, «Елка у Свинтицких». Очевидно, сам сюжет бала праздника, где завязывают соотношения главных героев и откуда они уезжают к смертному одру родителей, что-то наподобие, где стол был яс, там групп стоит, вряд ли может не отсылать к знаменитым эпизодам именин Наташи Ростовой. Именно в этот вечер, этот день, в календаре романа Толстого определяет будущий персонаж. Во-первых, он календарно совпадает с днем Бородинского сражения. Во-вторых, именно здесь Пьер и Наташа символически определяются как суженые. Они сидят напротив, хотя это и спрятано за упоминанием о том, что напротив Наташи сидел ее первый жених Борис, но рядом с Борисом сидел Пьер. Они танцуют, цитата, «Она танцевала с Большим». Упоминанием о Пьере же Наташа заканчивает задушевную беседу с Соней, цитата, «А знаешь, этот толстый Пьер, что напротив меня сидел, такой смешной». Ну, в то же время, за шестым англезом, как известно, сделался с графом шестой удар. В Докторе Живаго День Ёлок и Сментистских также надолго определяет судьбу главных героев. Во-первых, это день, когда Юра видит свечу в окне квартиры в Померкевском переулке, свечу, которая становится его поэтическим воображением, символом любви, судьбы скрещения и так далее, свечу, которая стоит на том самом к столе, на котором потом будет стоять его группа. Кроме того, сам мучной городок, где происходит Ёлка, станет одним из последних пристанищ Живака. Во-вторых, это, судя по всему, единственный день в жизни Лары, когда она виделась сразу со всеми тремя своими мужьями. С Антиповым до Ёлки и с Живакой Комаровским, уже у Сментистских. Мало того, что впоследствии этой встречи, наряду со встречей в комнатах гостиницы Черногория, станет существенным доказательством высшей предназначенности Лары и Юры друг другу, так и сама сюжетная ситуация, которая в какой-то степени предрекает судьбу всех персонажей. Именно здесь Живаго впервые видит Тоню как женщину и любуется ей. Именно в этот день между Антиповым и Ларой было решено венчаться как можно скорее. Ларина попытка отомстить Комаровскому оборачивается новым витком их взаимоотношений, которые могут вернуть все на круги своя, если бы не благородство Калагриева. Тем самым намечены перспективы их дальнейших взаимоотношений. Каждый шаг Лары прочь от истории ее совращения делает ее все ближе к совратителю. Когда после свадьбы в первую брачную ночь Лара рассказывает Антипову о своем прошлом, она тем самым совершает весомый вклад в формирование Стрельникова как Мстителя, человека, который, цитата, «мечтал стать судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее». Ну, любопытно здесь отметить, что свадьба состоялась на духа в день, то есть в день, когда апостолы заговорили на разных языках, равно как после признания этой ночи на разных языках начали говорить друг с другом новобрачные. «Бегство Лары и Живаго из Юрятного Ворыкина, не в последнюю очередь бегство от Комаровского, оказывается последним шагом перед возвращением Лары в его власть». Этот принцип порабощения в романе в общем сформулирован самим Живаго, опять же цитата, «каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого-то ни было другого, кого-то любишь по доброй воле, без принуждения». Строго говоря, попытка Лары на елке убить Комаровского – это ее первая сознательная попытка победить смерть. И в том же разговоре Живаго с Ларой он говорит «И как к такому заражению я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь, как когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть». То есть Комаровский, очевидно, соотносится со смертью, но, правда, на причине всего романа. Просто яркий эпизод. Тем самым этот эпизод несет символический смысл для всего романа «Елку Светицки». Увязка Лары с Наташей определяется, конечно, не только ее статусом главной героини и суженной. Важны детали. Лара, как и Наташа, например, очень внимательно и серьезно относятся к укладке вещей. Как, впрочем, и Тони. Это что-то любопытно в контексте распределения одного мотива между несколькими персонажами. На уровне простейших мотивов бросается в глаза, что ее брат, Ларин брат Роди, практически исчерпывает свою роль в сюжете, проигравшись в карты и поставив тем самым в опасность, цитата, «честь юнкерского мундира». В общем, подобно Николаю Ростову. В то же время в отношении с Антиповым она оказывается в положении маленькой княгини, когда он, влекомой, помимо всего прочего, необходимостью, внутренней необходимостью доказать, что он не человек в футляре, как скажет сама Лара потом, или учитель словесности, добавим от себя, бежит от ее счастья за славой на войну, как князь Андрей. Мотивы на исходство Антипова, Стрельникова и князя Андрея бросаются в глаза. Оба бегут от семьи на войну, оба совершают подвиг, после чего попадают в плен, почитаясь убит. Оба частолюксы, которые ищут всеобщие законы, не понимая силы, цитата, «беспринципности сердца», «частного добра» и, что особо существенно для Толстого, силы непредвиденного. При этом на сразу же стоит отметить, что сходства эти относятся к князю Андрею такому, каким он предстает в начале романа. В то же время Живаго оказывается мотивно связан то с Николаем Ростовым, как, например, знаменитым эпизодом с 90-м Салмом и чудом неубитым юнкером Концевичем угадывается соположение с чудом не случившимся убийством французского мальчика с дырочкой в подбородке. То, опять же, Живаго соотносится с Болконским, но уже таким, каким он предстает в самом конце своей жизни. Разумеется, стоит отметить, что по характеру между Живаго и князем Андреем очень много различий, ключевой из которых в том, что у Юрия Андреевича, как, к примеру, и у Пьера в начале Войны и Мира, цитата, «Талант Умп занимает место начисто отсутствующей воли». Это из письма Тони. Тем не менее, Живаго на мотивном уровне периодически соотносится с князем Андреем. Так, его знакомство с Ларой произошло после ранения шрапнелью от разорвавшегося снаряда. Отметим, что это ранение случилось после расставания Живаго с Гордоном, приехавшим и застрявшим на фронте, как гражданское лицо. И более того, ранение происходит сразу после окончания разговора Живаго с Гордоном у горячего сарая. Равно как ранение, принесшее смерть князем Андреем, происходит на следующий день после разговора с гражданским Пьером в сарай. Применительно к этой сюжетной перекличке нам хочется обратить внимание на то, что Лара, в принципе, играет в жизни Живаго амбивалентную роль смерти и воскресенья. Каждый раз, когда Лара входит в жизнь Живаго, она входит именно такой силой, какой я описала в своем прощальном письме Тоне. Лара создана, цитата, чтобы осложнять ее жизнь и сбивать с дороги. Дом между Садо-Каретной и Садо-Триумфальной, то есть дом, где Живаго заразился Тифом, где росли Антипов и Галиуллин, и Галиуллин Демина, практически родной дом Лары, видится доктору в тифозном бреду. Знакомство с Ларой после ранения, а эти явления в судьбе Живаго в некоторой степени сплетаются, очевидно сказываются на его взаимоотношениях с Тони. Именно с Ларой связано пленение Живаго партизанами и последовавшее за побегом от партизан болезни. В то же время как раз Ларе уготовано выхаживать доктора и после ранения, и после побега. Смерть Живаго в романе представлена ступенчатая, где основополагающие отметки, письмо Тони и разрыв с семьей, жизнью в мире действительности и ее истории, дальше разрушение двухнедельной райской жизни в первобытном Варыкино в качестве Адама и Евы и разрыв с историей Поведеняпинской с отъездом Лары и смерть физическая после символического прекращения жизни в творчестве, то есть после решения о возвращении на работу врачу. Отметим, что этот процесс постепенной смерти достаточно наглядно соотнесен с обломовским падением. После получения письма от Тони Живаго застывает перед окном, за которым начинает идти снег. Он ничего не видел кругом, ничего не сознавал. За окном пошел снег, ветер внес его по воздуху в бок, все быстрее, все гуще, как бы этим все время что-то наверстывая, и Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто это не снег шел, а продолжал чтение письма Тони, и проносились и мелькали не сухие звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими черными буквами, белые, белые, без конца, без конца. Юрий Андреевич непроизвольно застонал, он схватился за грудь, он почувствовал, что падает в обморок, сделал несколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания. Что, как кажется, достаточно отчетливо отсылает нас к духовной смерти Обломова после решительного объяснения с Ильинской. Цитата. Снег валил хлопьями и густо устилал землю. Снег, 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 твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым сломом покрывавший забор, плетение гряды на огороде. Все засыпал, шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул с фигцовым безотрадным сном. Уже был заполдень, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половиной. Из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой, на тарелке дымился пирог. Сегодня воскресенье, говорил ласковый голос, пирог пекли, не угодно ли запустить? Но он не отвечал ничего, у него была горячка. К тому же следует обратить внимание на то, что последний период жизни опустившегося Живаго ознаменован вмешательством Марины, дочери Маркелла и его жены Агафьи, хозяйничающей, цитата, с засущенными до локтя рукавами, чем она очевидно отсылает нас к портрету Агафьи Пшеницыной из Обломова. Обломовское падение Живаго, о котором идет речь, его смерть, несомненно, следствие вмешательства Лары в его жизнь. В то же время, настолько же, насколько она рушит его жизнь, она же выстраивает его воскрешение. Именно с ней связана его творческая энергия, буквально с ее любви к свечам, в романе начинается редкое описание, собственно, писание стихов Юрия Мандреевича. Мы их пересочнили. Чтобы вполне понять, как устроено это пограничное положение Лары между жизнью и смертью, воскрешением жизни Живаго, нам кажется резонным обратиться к одной из важнейших перекличек романа с войной и миром. Как же было отмечено, Живаго соотносится с князем Андреем таким, каким он предстает в последние дни своей жизни. Именно к этим последним дням жизни Балконского, как нам кажется, обращены некоторые сцены многоступенчатой смерти Живаго, а именно те, что предшествуют переходу в Апломовский интертекст, Апломовские ассоциации. Парадоксальным образом, погружение Живаго в смерть, отрешение от семьи и истории, от любви и истории, введенятенского понимания, и, наконец, от творчества, можно представить в совсем другом ракурсе, как переход от земной личной любви к всеобщей и неземной. Ровно так представлено Толстым смерть князя Андрея, как постепенный, ступенчатый переход от любви частной к любви вселенской, где промежуточным звеном становится последней, самой сильной любовью к Наташи. Цитата. Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он сам, не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникал с этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, тем в совершении уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он это первое время вспоминал, когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе, ну что ж, тем лучше. После той ночи в мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. Это структурное сходство в писании смерти, пусть и гораздо более растянутым, в некоторой степени подтверждается очевидная отсылка их сцену смерти князя Андрея в эпизоде после возвращения из плена, когда живак в очередной раз заболевает и видит два бредовых сна. Один из них совершенно явно напоминает сон князя Андрея, ставший его последним ударом, как известно, случившимся за два дня до приезда княжной Марии. Сон становится разрушением сразу двух мучивших князя Андрея противоречий. Во-первых, неужели только затем так странно свела меня с ней судьба, чтобы мне умереть, и неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? И второго, любовь мешает смерти, любовь есть жизнь, все-все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю, все есть, все существует, только потому, что я люблю, все связано одной иею, любовь есть Бог, и умереть, значит, мне, частица любви, вернуться к общему и вечному источнику. Мысли эти показались ему утешительные, но это были только мысли, чего-то недоставало в них, что-то было одностороннее, личное сновидение, как бы освечивает эти мысли, которые становятся очевидными, а не умственными. Цитата. Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он ранен, не ранен, а здоров. Все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успевает, успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его, и этот страх есть страх смерти. За дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно и неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны, уже надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он охватывается за дверь, напрягает последние усилия, запереть уже нельзя, хоть удержать ее, но силы его слабы, неловки, и надавливая ужасным дверь, отворяется, и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андреевич вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. Да, это была смерть, я умер, я проснулся, да, смерть, пробуждение, вдруг посветлело в его душе. Этот сон, символизирующий освобождение от жизни сна, в докторе Живаго приобретает иные черты и детали. Цитата. Он находился в Москве в комнате, перезапертой на крюч стеклянной дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал и просился внутрь его мальчик-шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь прысками с грохотом и гулом, обрушивался водопад испорченного или водопровода или канализации водового явления той эпохи. Или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина с бешеным чащимся по ней потоком и веками копившимся в ущелье холодом и темнотой. Обвал и грохот несбергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно, что кричал он, гул заплышал крики, но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова «папочка, папочка». У Юрия Андреевича разрывалось сердце, всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки, куда глаза глядят. Но, обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувством чести и долга перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату. Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах «У меня жар, я заболеваю», тотчас подумал он «Это не тиф, это какая-то тяжкая, опасная форма нездоровья, принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях и весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или смерть». Бред живага заканчивается плачем богооставленности «Всякую отринул меня из себя от лица твоего, свете незаходимой и покрыл меня из чужда и тьма окаянного», ответом на который служит появление лара. Сон таким образом сочетает сюжетно-мотивный конструкт Толстого «Закрытая дверь между жизнью и смертью» с мотивом богооставленности. Дверь у строка стеклянная и несложно догадаться, что Шурочка в какой-то степени выступает как искаженное отражение самого Юрия Андреевича, тем более, что во сне последующем за этим живага представляет самому себе ребенком перед ларой. Ребенок, пожертвованный отцом бушующей холодной воде, водопаду истории, революции, то ли веками копившемуся потоку, то ли прорвавшей канализации, конечно, неслучайно появляется в сознании доктора. Этот сон пришел к нему после плена, многомеченной тоски по родным, после не сразу дошедшего известия о том, что они бежали в лес. Конечно, сама ситуация сна в какой-то степени бредовая, происходит совмещение в сознании живага общего ощущения богооставленности, прослеживающегося из самых ранних стихов. Боже, то создал быструю косатку, и вплоть до просвета, это, значит, все в моей судьбе, потом пришла война, разрухать долго-долго, а тебе ни слуха не было, ни духу, с очевидно всплывающими христианскими коннотациями и с собственным чувством личной вины перед семьей и Ларой. Руководствуясь толстовской моделью сна, жизнь с Ларой оказывается тем самым сном жизни для живаги, сном, противостоящим смерти водопада. Она становится той в контексте сна, может быть, и ложно понятой силой, которая привязывает его к жизни. Отметим, что образ водопада не раз появляется в романе. У водопада из поезда бежали Вася Брыкин и Притулев. И этот водопад описывает следующим образом цитата «Не было кругом ничего равного, ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавший его в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея полуза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность». В то же время именно с водопадом с водной стихией в романе сравнивается творчество. Цитата «Первенство получает не человек из состояния его души, которому он ищет выражение, а язык, которому хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим оттачивающего камни дна и ворочивающие колеса мельниц, льющаяся речь сама с силой своих законов создает по пути мимоходом размеры и рифмы и тысячи других форм и образование еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, не названных. Таким образом, равно как образ Флары двоится между жизнью и смертью, так и вражь и сила, дракон, водопад становится амбивалентным символом смерти и творчества воскресения. Ключом к этому парадоксу, как кажется, может послужить формула выведенной из своего сна Балконским. Смерть – это пробуждение. Сила, губящая героев романа, история, революция, смерть, сущностно-родственность силе пробуждения и творчества и воскрешения. Их единство определяется невозможностью существования одного без другого, как в божественной совместимости Лары и Юрия Андреевича в этой, цитата, дикой, ежеминутно постерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольно-разрушительная стихия враждебная покоя в доме. Каждый шаг навстречу смерти оказывается шагом на пути к воскресению и победе над страхом смерти. Расставаясь с Ларой, со сном жизни, в очередной раз переживая символическую смерть, живаго становится все ближе к окончательной смерти, пробуждению. Он остается один на один с волками, еще одним драконом в контексте романа, чтобы воспеть Лару в стихах и чтобы бороться с этой все ближе подбирающейся к дому буквально смерти. Обратим также внимание на то, что на исходе своего второго пребывания в Варыкина, на тринадцатый день его, живаго пишет стихотворение, впоследствии вошедшее под тринадцатым номером сборной его стихотворений. Рождение сказки наиболее полно описано в прозаической части романа, и тем не менее измененные относительно легенды о Георгии Храбром или Георгии Педоносце финал стихотворения остается загадочным. Нам кажется, резонно предположить, что ключом к нему может послужить формула из сна князя Андрея. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. Там миф о поэтической вечности вне времени и пространства, в которые впадают главные герои, этот сон, в котором ясно читается художественно преобразованная история взаимоотношения Лары и Живаго, это застывший момент между 13-м днем пребывания в Варыкино, ставшим последним, и их адмистической жизнью там, между смертью и жизнью, где смерть надо понимать как пробуждение, а жизнь как сон. В соотнесении непосредственно с войной и миром финал сказки напоминает собственную историю последних дней князя Андрея между жизнью и смертью, когда победа над змеем страхом смерти достигнута, и обретено знание о бессмертии высшая истина, но еще нет смерти пробуждения, еще держит на земле неземная любовь. Неземная любовь Живаго Кларе, которой буквально не суждено сбыться на земле, в сущности напоминает любовь к Наташе, обретенную князем Андреем, и противопоставленную земной любви Пьера. Ну, так, в заключении хочется сказать, что выделенные нами на основе мотивных перекличек и глубинной связи конкретных эпизодов с общей идейной системой романа соположения главного героя Доктора Живаго войны и мира, конечно, никак не исчерпывает всех точек их соприкосновения. Тем не менее, нам кажется существенно обратить внимание на то, что толстовские ключи, такие как сцена смерти князя Андрея, важнейшие экстракт как для творчества Пстернака, так и для самого Живаго, опять же цитата, без конца перечитывавшего войну и мир. Все. Спасибо. Может быть, тогда и Андреич, то есть, отчество не случайно? Ну, вот еще мать-то звали Мария Николаевна, да, это здорово, что как-то так развернулось еще. Есть какие-то вопросы, ну, в принципе, у нас не предусматриваются, жанром вопросы особенно не предусматриваются, но они возникают, и мы, как правило, этому радуемся, потому что это, в нашем случае, всегда не ставит точку, а дает возможность двигаться дальше в таком менее исследовании, если можно так назвать. Так что, если у вас есть какие-то вопросы... А можно попросить, уточнить, вот, был сравнение с войной миром более обширное, а все-таки туда вот заходил каким-то клином сравнение с обломом. А вот как вот эти два сравнения между собой соотносятся? Можно чуть-чуть более развернуто? Просто я не успела как-то сообразить. Да, спасибо. Ну, в этой экскурсии я упомянул облом просто поскольку это очень ящное сопоставление. безусловно, мне кажется. В целом, в идейной структуре романа, я думаю, вот если говорить о ступенчатой смерти «Живаго», мне лично она представляется именно такой, то последняя ступень очевидно обломовская, вот именно там возникают все эти ассоциации, тогда как среднее, то есть барыкинское бытие с Ларой и отчасти то, что ему предшествует, это отсылает как смерть князя Андрея. В целом, я думаю, если ты пишешь роман, не сослаться как на Гончарова, это стыдно даже. Это понятно. А можно вопрос? А вы встречали вот у самого Пастернакова в его записях, в дневниках, в письмах что-то о Толстом, о войне и мире, о его интересе, перечитываниях и так далее. Он подозревал о возможности вот такого перекличат. Спасибо за вопрос. О самом Толстом и его влиянии на жизнь Пастернакова написано очень многое. сам Пастернак. Да, да. Сам Пастернак неоднократно написал о том, как на него повлияла например, детская сцена, когда он проснулся, вышел, а его мать играла Шопена. Нет, не Шопена. Чайковского, да. А в зале присутствовал Толстой. Гостинный. Гостинный, да. Ну и так далее, и так далее. Вообще, в принципе, Толстой, понимаете, всегда заверен периодичностью. Ну да, и они ездили с отцом, я с Духарем. Ну нет, это такая интересная. Я понимаю вас, потому что это вопрос. Внутренние стоки, переклички. Отчасти. Или это бессознательная творческая работа. Вы предварили отчасти в том числе вопрос, потому что мне тоже хотелось бы знать, насколько Пастернак был всерьез в текстах Толстого. Потому что мы начинаем подозревать, что это не обязательно так. Ну, вообще, заканчивая вопрос про увлечение Толстым, и в Докторе Жвага это тоже достаточно хорошо видно. Каждый стульщий персонаж проходил Толстого. У Доктора Жвага так. И сам Юрий Андреевич неоднократно об этом говорит. но, правда, проходил его уже в форме критеровой сонаты и противостояния пошлости и так далее. Но, скажем, Веденяпин явно проходил его именно таким Толстовством, ближе к Толстому. А что касается степени погруженности Пастернака в тексты, ну, тут как бы сложно наверное судить мне. Но мне кажется, что если он на первое же место в списке там, грубо говоря, если выделить все отсылки в Докторе Жвага прямые на какие-то тексты, так мы читали тут. Да? Вот там же есть такой небольшой список в дневнике Юрия Андреевича на первом же месте ставить Война и Мир. Да, только потом после о двух городах и так далее. Поэтому мне кажется, что при работе над Доктором Жвага я просто не знаю пока как-то фактически доказать. Пастернак не мог не перечитать и не думать о Войне и Мире. Просто поскольку настолько авторитетный текст и как исторический роман и как философский роман А Пастернак на что-то такое задумывал. Короче говоря, ну, ощущается как глубокая степень. Да, он упоминает в письме к Ольге Фрейганберг тоже поскольку понятное дело. Нет, я бы тут поставила под сомнение и только перечитывала. Почему-то у меня есть на этот счет некоторые сомнения. А так что читала пожалуй. Что-то там странно было бы у Санитца. Вот. Ну, вообще вот это загадочная вещь влияние одного на другое. С Пастернаком как никогда. У нас вот совсем недавно собственно говоря в субботу была интересная встреча с Губайловским. Но это будет просто в записи. Можно посмотреть, я пересказывать не буду. Но началось это именно от такого ну от такой не ошибки даже, просто такого предубеждения, что ли, что вот Пастернак должен был читать Эльюта, раз там есть заметки его и так далее. А в общем, в итоге, так кажется, он и не читал его. Вот. И, собственно говоря, это удалось и обнаружить. Вот. А между тем, есть стихи, которые, кажется, невозможно написать, не зная о том, что они написаны у другого человека. Настолько это близко. Ну, я просто не хочу пересказывать. Если вы хотите обратить, у нас запись будет это прямо какое-то совершенно удивительное увлекательнейшее путешествие такое исследование получилось. Вот как, что, на что влияет. Влияет ли текст или как там Пастернак. Я не помню, все время сейчас на сотрудничество смотрю, кому он масленик говорил, что он тоже любит просто, хотя я не читала его. Ну, то есть, почти не читала. Ну, то есть, тут интересно просто само по себе. просто Толстой это какая-то вообще воздух времени еще, мне кажется, да, это все как-то, все жили, все как бы, это невозможно было не подчиниться этому его тексту, там, я не знаю. Да, ну, сама даже философия Веденяпина такая, какая она представлена, сколько бы ни говорить про, там, Андрея Белого и, конечно, Соловьева, а все равно он очень, ну, толстовский. Да нет, это как раз безоговорочно. И в том числе и Пастернаковское в письме, что, когда он будет возражать, то есть, приступать, для того, чтобы возражать, надо вообще знать, чему-то. Ну, здорово, не знаю, мне понравилось, не знаю, как вам. Можно еще попросить? Я понимаю, что ваше исследование, вы сразу сказали, посвящено именно мотивам, да, но, поскольку вы этим занимались, то вот как вам кажется в концепция истории Толстовская и концепция истории Пастернакова. Вот не персонажа Юрия Живака, а Пастернаковской, как она предстает в романе. Есть что-то общее или там есть какие-то существенные различия? Спасибо, да, ну, это будет безумно интересный вопрос вообще по сути, но, нет, конечно, есть нечто общее, да, после Толстова уже никто не скажет, что истории вершат там какие-то Наполеоны там и так далее, и так далее. Да, в тексте просто есть, мне кажется, отсылка, да, где Живаго размышляет, ну, это явно Пастернаковское размышление, и говорит о том, что Толстой не довел свою мысль до конца, потому что история предстает перед нами всегда, как в неизменности, да, в этом смысле он, конечно, спорит с Толстым, но при той же диспозиции, да, где действуют какие-то силы, значит, которые не подчиняются людям, вот, и выход из которых только в истории духа, да, вот, а сейчас так же как трава, мы никогда не видим, как трава меняется, мы выходим и видим траву в том состоянии, в котором она есть, вот так же перед нами предстает история, вот, ну, а с точки зрения именно истории Веденяпинска, то есть истории там отражения творческих достижений в борьбе со смертью, ну, ну, любопытно, нет, я так не скажу, что Толстого есть, это прям, хотя, как чувство, не как творчество, творчество преображенное, а просто как чувство, отражающееся в истории, в истории человечества, наверное, для Толстого, в принципе, тоже идея очень понятная, все равно слышно. Ну, если брать, вот, как, именно, вот, да, личного, как нас в школе учили, роль личности, наверное, там, чего-то еще в истории, у Толстого все-таки довольно четко, прям, почти, что сказано, почти напрямую, что вот есть некие силы, только совокупность, но при этом некий умный, там, Кутузов, да, умный, значит, деятель может уловить это, да, и как-то на этой волне, да, воспользоваться, или там даже пестовать как-то это правильное, так сказать, направление, вот, а вот, представляется, что в докторе Живаго это совсем иначе, то есть там нет вообще ни одного вроде бы, я просто сейчас, у меня этот вопрос только что возник, поэтому тоже не судить строго, мне кажется, что там нет вообще ни одного персонажа, или даже хотя бы намер, который может что-то сделать. но вопрос как бы так уже и не стоит после Толстого, не было смысла, мне просто так кажется, что все, Толстой доказал, что они, что это, нет, ну там есть хотя бы Кутузов, тут как бы даже ничего похожего. там есть Кутузов, Наполеон, а здесь нет никого. А здесь получается, что вот Стрельников, который пытается как раз вроде бы правильное настроение, ну имеющиеся настроение используют, как раз и терпит крах. Да, но вообще Стрельников, конечно, очень похож на князя Андрея, особенно в том смысле, насколько ему наплевать на идею, правда, как, кстати говоря, и Памфила Павлак, и Дикна Щербатова, ему важно было, он неоднократно пишет, что он не вошел в партию, да, и из-за этого, в общем, его проблемы дальнейшие, ему важно было оказаться на гребне, значит, не стать человеком футляре, а вовсе не значит, уничтожить буржуазию, но он сам об этом говорит, насколько я помню, в разговоре с Шаратомом Вагоне. Вот только такие, наверное, могут остаться после Толстого еще в историческом романе. Спасибо. Не знаю, сколько это отдельное исследование про музыку Толстого и Пастернака, да, Пастернаковский роман, который заканчивается неслышной музыкой счастья, да, и первая банальная мысль, которая возникает, как-то перекликается с впечатлением Петера Столова, да, или более. Да, действительно. Хотя, мне кажется, в данном случае скорее нужно говорить о том, что просто, наверное, любой русский исторический роман подразумевает затрагивание какого-то очень сложного исторического периода, который заканчивается перспективой счастья, трансформацией, ну, сейчас война закончится, или Сталин умрет, 5-10 лет пройдет после 1943 года, и все станет куда-то. Неслышная музыка счастья. Ну, петь это она такая вполне неслышная внутренняя, создание симфонии, и мир, который играет, и дальше он погибает. Да, я, честно говоря, не думаю об этом, но так, на первый взгляд, мне кажется, что все-таки это иного рода музыка. у Петя Ростова это музыка, в которой он сам на самом деле принимает участие, он может ее управлять, и она, в общем, служит некоторой метафорой парадоксального понимания истории. А здесь внешняя такая музыка. А здесь она как будто из ниоткуда, из Москвы, в конце романа актуализируется тема городской поэзии, направленности поэзии на город, на Москву. Вот она как будто из Москвы самой рождается. как-то, не знаю. Ну что, спасибо. Можно рассчитывать на какое-то продолжение, или это законченный сюжет? Ну, не знаю, дай Бог. Ну, по крайней мере, если вдруг что-то еще щелкнет и будет раскручиваться. Спасибо. Ладно, все. Спасибо. 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 Спасибо еще раз.